Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашей дискуссии на тему, как заставить собеседование работать на тебя. Меня зовут Олег, я буду ее модерировать. И важный момент, не зря тут отмечено на тебя, потому что мы поговорим про личную эффективность прохождения и проведения интервью. И наша дискуссия предполагает интерактив с залом, и на основе этого интерактива мы будем строить ее проведение. То есть вы будете решать, куда пойдет наша дискуссия дальше. Сейчас слева от вас есть QR-код, я прошу вас достать ваше мобильное устройство, его отсканировать, и у вас откроется веб-приложение. Мы же на фронтенд-конференции. И пару слов про то, как пользоваться этим интерактивным форматом. Значит, во-первых, во время презентации в этом приложении будут меняться страницы, будет происходить загрузка, не пугайтесь, это нормально. И в некоторые моменты будет возможность там либо что-то проголосовать, либо что-то ответить. В общем-то, да, вот уже вижу, какие-то реакции пошли, можно пользоваться реакциями. Вот, следующее, значит, во-вторых, если вдруг вы уснули и пропустили какое-то голосование, и у вас останется страничка старого голосования, сверху будет такая плашка перейти на актуальный слайд, можете нажать на эту кнопочку, или просто перезагрузить страницу, вы окажетесь на том голосовании, которое происходит в данный момент. Следующее. У нас есть возможность задавать вопросы прямо во время дискуссии. Есть кнопочка Ask Question, или задать вопрос. Вы можете задать вопрос, и там же вы можете голосовать за вопросы друг друга. Это же работает у нас для наших онлайн-зрителей. И в конце на Q&A сессии мы будем отвечать, вернее, наши спикеры будут отвечать на те вопросы, которые наберут больше всего голосов. Кроме того, у нас есть QR-код, который справа сейчас от вас в зале, который ведет на, во-первых, страничку с фидбэком, мы очень просим оставить вас фидбэк после нашей дискуссии, и еще на Telegram-чат, в котором тоже можно вести обсуждение, и можно там задавать вопросы. Наш модератор ранее, те вопросы, которые там будут, туда перенесет вопросы вот в нашу платформу вопросов, и вы сможете за них тоже голосовать. Так, про такую организационную часть вроде все. Давайте попробуем, порепетируем. Ответьте на первый вопрос, будем ли мы сегодня жалеть наших гостей, наших спикеров, а я пока их представлю. Ну, так, ни одного голоса, да. Ну, я понял, кто у нас в зале, ладно. Ну, я тогда желаю вам удачи, нашего спикера. Журавлев Георгий, лидер компетенции Frontend, Сибур Диджитал. Кондаков Павел, темлит Тиньков. Коровин Олег, руководитель отдела веб-разработки Самокат Тех. Ванчук Василий, ведущий эксперт, темлит Тиньков и член программного комитета HolyGS. И наш специальный приглашенный гость, Кучерявый Евгений. Он директор по Frontend, и он мне показал свою трудовую книжку, он, правда, так записан. В общем-то, да, стартап Ренту. Но все-таки 22 голоса есть за то, чтобы спикеров пожалеть, поэтому я не очень буду жестить. Но у вас будет все равно возможность высказать свое мнение в процессе дискуссии. Итак, наш первый вопрос к зрителям. В качестве кого вы были на техническом интервью за последний месяц? Это очень важно, потому что, исходя из этого, мы поймем, кто в зале, и будем задавать вопросы, ориентированные на то, чем больше вы занимаетесь. Потому что, наверное, исходя из этого, у вас больше с этим проблем. Так. Кстати, вот я вижу, что какой-то у нас есть перекос в сторону «чисто провожу интервью» и вообще не хожу, никогда меня не собесит. Поэтому первый вопрос будет такой. А надо ли вообще ходить на интервью в качестве кандидата? Попрошу ответить Василия. Есть ли какая-то в этом ценность? Кандидата? Ну, в качестве кандидата. Можно работу получить. Работу. Можно чему-нибудь новому научить. А если так, а если вот я хожу на интервью в качестве кандидата, но у меня нет цели найти работу, есть смысл вот так ходить на интервью? Ну, я три раза менял работу, когда ходил на интервью просто по фану. По фану. А насколько это вообще экологично так делать? То есть ты, по сути, тратишь чужое время как бы просто так? То есть он проводит интервью и как-то это... Вроде как у тебя нет цели. Я напомню, я три раза поменял работу после вот такого собеседования. А, то есть у тебя не было цели прийти, но тебя уговорили. У меня не было цели прийти... Нет, у меня была цель прийти и получить удовольствие. Научиться чему-то новому, а еще оказалось, что я нашел работу. Параллельно, кстати, зал может тоже голосовать. Надо ли так ходить, если цели такой нет? А еще можно ходить и хантить собеседующих. А что думает по этому поводу Гоша ты? Я могу сказать, что у меня за последний год было, наверное, по 300 собеседований. Это понятно по нескольку в день иногда. Если среди них был большой процент людей, которые just for fun пришли, я их не люблю. На самом деле это, наверное... А сколько собеседований ты в последний год провел? Я говорю, близко к 300. Суммарно не считал, но думаю, что больше... Мне кажется, 3 300 собеседований достойно аплодисментов. Давайте походим. Ну, в общем, кто-то считает, что нужно, кто-то нет. И, кстати, я бы не сказал, что какой-то прям сильный перекос есть в сторону, какую-то, поэтому следующий наш вопрос, и он такой краеугольный для зрителей. Что для вас главное, когда вы выбираете работу? И обратите внимание, можно выбрать максимум 3 варианта, то есть нужно чем-то пожертвовать. И у меня есть следующий слайд по поводу того, что сейчас, кстати, происходит. Вот мне вот это вот нравится, деньги и принципы рядом, да, вот это вот. У меня заготовлен такой панчлайн по этому поводу. Я сейчас, когда чуть-чуть еще дам поголосовать, может быть, все-таки... Ну, вряд ли как-то, наверное, ситуация изменится. Панчлайн вот у меня такой. Да. Но я это ожидал, поэтому про деньги не будем поговорить. Давайте поговорим про развитие. Вот у нас есть следующие принципы, я понял. В общем, не на холле JS. Про развитие такой вопрос. Вот смотрите, вот вы ходите на интервью, и, наверное, да, вот как Василий сказал, заманили, да, часто на интервью делают все, чтобы как бы заманить. То есть уговорите сделать так, чтобы вы все-таки устроились на эту работу. То есть применяют такой принцип риторики. И вопрос такой, как, вот если спросить непрямо, да, там, есть ли в компании развитие, скорее всего, ответят да. Можно ли как-то непрямо спросить про то, есть ли в компании развитие, может быть, какими-то косвенными вопросами, или, может быть, есть какие-то... У вас свои такие лайфхаки, как узнать, есть ли в компании развитие. И давайте вопрос мы этот зададим, ну, например, Евгению. Вот ты работаешь в стартапе. Да, всем привет. По поводу развития в компании можно задать вопрос прямо, но в том условии, если есть человек, который принимает такие решения. То есть будут ли тебя повышать или нет. Если такой человек отсутствует, ну, допустим, вы проходите техническое интервью, успешно его прошли, и у вас осталось там пять минут переговорить с человеком. Можно у него спросить, как давно он на своей позиции, что его устраивает, не устраивает. То есть такие вопросы, я считаю, вполне уместными. То есть имеешь в виду спросить, развивается ли тот, кто тебя собесит? Да. А что думаете в Георгии? Я могу сказать, что с позиции интервью, для тех, кто приходит на собеседование, важная сейчас инфа будет, ваши вопросы о вас реально говорят гораздо больше, чем ваши ответы. Вот то, что вы спросите и как вы спросите, это важно. Поэтому если человек вообще не спросит ничего про развитие, у меня будут вопросики. А он вообще развиваться хочет? Это важный момент. А тут вопрос, вот как кандидату понять, что в компании это развитие будет? Спросить ртом. А если скажут, да, будет, а потом не будет? Как-то на этапе интервью это можно как-то отсечь? Мне кажется, что если ответят прям, да, будет, и не дадут никакой конкретики, то, скорее всего, соврут. Окей. Кстати, такой еще вопрос по поводу нашего голосования. А существует ли вообще идеальная работа? Можно ли ее найти? Спрошу Олега. Давай только так, кроме самоката, существует ли идеальная работа? И да, и нет. Потому что, с одной стороны, мы все с вами каждый день меняемся. То, что нам кажется сегодня прекрасным, вот мы сходили на конференцию, увидели много новых классных штук, каких-то даже проектов, задач, и все, наш мир сломался, завтра мы придем на работу, и нам будет хотеться чего-то нового. Вот, с другой стороны, мы можем прикинуть для себя какие-то ключевые вещи. Они тоже, конечно, меняются там с возрастом и так далее. У вас там не было ребенка, вам важно развитие, у вас появился ребенок, вам важна зарплата, и какой ДМС, да, и чтобы он включал. Поэтому идеальная работа та, которая сегодня соответствует вашему внутреннему ритму. И здесь надо просто для себя сесть, вот на бумажку выписать. Для меня самое важное там вот. Деньги, развитие, work-life balance, принципы, это не важно. И вы приходите на собеседование, пытаетесь понять. Да, если там ребята строят всю работу вокруг принципов, но у них там про деньги и все остальное ничего нет, тогда, наверное, вам не по пути. И это важно честно себе дать вот в этом ответ. То есть, если по каким-то базовым, самым важным критериям вы сходитесь, то, наверное, это ваше идеальное место работы. Для меня идеальное место работы там, где я могу влиять на то место, где я работаю. То есть, возможность сделать так, чтобы мое место работы было идеальным для меня. Это тоже, наверное, такой важный момент, когда кто-то хочет прийти, чтобы все было готово, а кому-то надо, чтобы все было плохо. Вообще ужасно. И он сам может реализоваться там, потому что, когда все идеально и хорошо, вы перестаете развиваться. Вот. А мы видим, что развитие — это второй по важности пункт. И, наверное, как раз лучше, если у вас место работы будет не идеальное, тогда у вас будет повод что-то сделать и таким образом развить и это место, и самих себя. Ну, то есть, нам надо было добавить шестой пункт голосования, чтобы все было очень плохо. Понятно, спасибо. Вот, кстати, в тему развития, да, вот второй наш пункт. Задам вопрос, наверное, Павлу. Павел, а вот как понять на этапе интервью, что в компании будет не развитие, а деградация, наоборот, себя как инженера? Или тебя как инженера? Я начинаю с простого вопроса. А на каких технологиях вы пишете? Почему вы так долго пишете на них? И как же мы будем переезжать на современные технологии? И если мне начинает что-то отдаленное говорить, типа, ну, исторически сложилось, оно нам нужно, оно нам полезно, и в целом менеджмент не обсуждает это никак, то вряд ли там будет какой-то движ в современные технологии, как бы. Это очевидно будет. Плюс второй момент, нужно смотреть на интервьюера, как он вообще сам, как он мыслит по поводу технологий, по поводу развития. Спросите у него, как он сам вообще развивается в этом. Кстати, вчера по этому поводу, по поводу старых технологий, был на последнем докладе, и там говорилось про вот это вот, про то, что, как стать высокоспециализированным, узкоспециализированным специалистом масломасленным, типа, сейчас писать на PHP. И, в принципе, тоже такое развитие. Окей, у нас новое голосование для зал. Спасибо, Павел. Теперь давайте все-таки у нас больше те, кто проводят интервью. И давайте поймем, а зачем вы вообще это делаете? Вы сами. Вот Георгий у нас провел несколько сотен интервью. И, возможно, судя по ответам зала, его заставили. Кстати, многие видят ценность, но, тем не менее, заставили тоже много людей проводить интервью. Я вам соболезную. Но, возможно, мы сейчас найдем ценность все-таки это интервью проводить. И сейчас зал чуть-чуть проголосует, и я выберу, кому задать вопрос. Ну, в принципе, я уже выбрал. Давайте Василию задим вопрос. Василий, есть ли какая-то ценность проводить интервью лично для тебя? Да. Я борюсь с синдромом самозванца. Иногда очень приятно собеседовать лид архитекторов из каких-нибудь крупных компаний и понимать, что все не так печально со мной. Чтобы понять, что с тобой все хорошо, надо найти того, у кого хуже. Ну, это в том числе. Я учусь, потому что даже когда задаешь одну и ту же задачу, время от времени кандидат может принести что-то новое или рассказать что-то новое. Обязательно есть вопрос про текущий опыт, текущие проекты и что интересного делал. И там тоже можно узнать всякие интересные штуки. Ну и, наверное, это отчасти для меня заменяет исследование рынка. Что сейчас требуют, с чем нужно идти, если я захочу идти как кандидат. Такой вопрос. А вот если ты провел очень много интервью за год, ну, несколько сотен, как технический специалист, да, то есть ты как был интервью, иировал. И сохраняется ли эта ценность, когда этого очень много? Ну вот, если честно, до нескольких сотен я не дошел, я завидую. Коллеги, у меня была сотня за прошлый год, и да, она сохраняется. Более того, я, возможно, становлюсь более придирчивым, но от этого я по всем пунктам, которые я перечислил, беру для себя только больше. Спасибо, Георгий, а ты что думаешь по этому поводу? Все-таки я несколько сотен. Что касается ценности, у меня была изначально такая мотивация, что я начинал, по крайней мере, в Сибуре собеседовать людей как лид-проектов. Это было во многом подрядчики, в штат тоже. И для меня была ценность экстраполировать свой труд, да, и нанять таких людей, которые бы ту же работу, как делаю я, делали не менее классно, и таким образом мы бы все вместе могли бы делать гораздо больше. Тут, конечно, есть важный момент субъективности и объективности, но мне кажется, что очень сложно найти такого интервьюера, который немножко бы не проецировал себя, не подбирал бы похожих немного на себя людей, хоть в чем-то похожих. Тут в чате, кстати, по этому поводу есть комментарий, я бы так сказал, по поводу развития и по поводу вот этого сравнения, что с рынком. Иван написал, по-моему, крайне печально собесить лид-архитекторов, крупных компаний и понимать, куда мы движемся. Вот такой, кто-нибудь с этим может прокомментировать? Понимать, куда мы движемся, ни разу не печально, потому что я радуюсь, сравнивая себя с некоторыми кандидатами. Я забыл добавить еще один пункт. Будучи интервьюером, есть шикарная возможность привлиять на то, что называется культура компании. Ну, то есть, если вы сейчас собеседование не проводите, где-то в вашем или в соседнем отделе работает засранец или мудак, то вот у вас лично был шанс на это повлиять, но вы им не воспользовались. Интересно. Ну, тут, наверное, да, еще смысл в том, что хорошо узнавать, но печально осознавать. Такой момент. Давайте следующий вопрос залу. Раз у нас пошла эта беседа, что вообще важно при выборе кандидата? Тоже такая же тут у нас механика, только три критерия. Да, кто-то в шоке, такой смайлик полетел здесь. Что важно учитывать при выборе кандидата? Три критерия, одним нужно пожертвовать. И тут тоже есть панчлайн в виде технического образования, которое, я вот смотрел на HeadHunter, в половине вакансии зачем-то оно есть, но оно не приоритетно, хотя оно является таким первым отсекающим критерием. И борются у нас софты и харды. Надо было сказать, что такое мотивация, как я это понимал, когда сюда вкладывал, когда я писал этот вариант ответа, но мы уже проголосовали, поэтому давайте, как вы поняли, так и поняли. А что для вас вообще важно при выборе кандидатов на нашего спикера? Кто ответит? Открытый, Георгий давай. Открытый микрофон. Открытый микрофон. Я могу сказать, что мы в компании придирчиво прям смотрим на харды. Естественно, бросается в глаза мотивация, но больше всего раскрывают человека софты. и при паритете хардов, там, я не знаю, может, не очень сильных хардов с мотивацией и так далее, с другими пунктами, софты точно решают. Мы, я всегда вот вижу, мы всегда знаем, что если человек умеет слышать обратную связь, умеет учиться, он дотянет всегда свои харды. Это вообще не проблема. Если он реально не слышит обратную связь и не умеет задать вопрос в нужное время, он эти харды будет тянуть очень долго и больно. Поэтому для нас решают софты. Олег. Мне кажется, здесь нет правильного ответа в том плане, что очень важно идти на интервью с пониманием того, какой образ того человека, которого вы берете. Потому что бывают разные команды и разные задачи. И, конечно, мы, если смотреть в среднем, там у нас есть обычная команда, которая работает там по скраму, вот они проводят делики, важно сильная коммуникация, вовремя все делать. И, конечно, нужно, чтобы у всех горели глаза. Но, правда, бывают кейсы, когда бывает проект, в котором нужны какие-то особые люди. У меня даже была история с собеседованием. Я пришел, вот мы разговариваем с человеком, он говорит, мы вообще делаем очень скучные, нудные проекты. То есть мы сидим на L3, вот, и постоянно занимаемся тем, что к нам приходят какие-то там проблемы, и мы их чиним. Я, говорит, вот работаю так, мне вот зашибись, мне комфортно, у меня с утра есть там 5-10 задач, и я ищу такого же занудного человека, и это явно не ты. Поэтому успехов тебе, пожалуйста. Ну, я, говорит, ну, нам нет смысла продолжать, вот, я попробую искать дальше. Поэтому важно при выборе кандидата понимать для вас, кто тот кандидат и кто тот человек, с которым вы хотите работать, чтобы вы честно с ним выстраивали коммуникацию. Я хочу чуть-чуть дополнить. Вот у меня была такая история еще до Тинькова. Я был ли дома, у меня была потребность с меня снять рутину. И предложили посмотреть парня, который только что после армии пришел, и он говорит, я до армии что-то пробовал, и скидывает какие-то там наработки, исходники свои, на которые смотришь, и прям, ну, тяжело, в общем, это воспринимать. Но я понимаю, у меня нужен человек, который какую-то верстку с меня там еще что-то снимет. То есть такие простые вопросы. И я встретился с ним, мы пообщались, он оказался таким дисциплинированным, он замотивированным был, потому что ему как раз нужна была работа, он как раз хотел зайти в IT. Через 4-5 месяцев это был уже хороший Джун плюс, который множество с меня рутины снял, и прям я рад, что в него поверил и взял. Поверил. Спасибо. Не могу сдержаться, человек красил траву, а потом начал красить пиксели, да? Окей, я хотел сказать про варианты. Ну, мне кажется, что софты и химия с командой их хорошо бы объединить, потому что химия, матч с человеком, это одно из проявлений софтов, а по поводу технического образования в вакансиях, ну так это единственное, что можно проверить заочно и дистанционно. Ничего из остального проверить нельзя. То есть уже про эффективность, то есть как быстро отсечь воронку. Да. А, кстати, вот про эффективность и по поводу большого количества интервью. Такой вопрос. Если вы за пять минут понимаете, что кандидат уже не подходит, вот нормально ли интервью прервать, и как это сделать этично, экологично и так далее? Олег, Евгений. Здесь нужно понимать, что цель интервью не только провести и экзамен человека, который к вам пришел. Ваша задача вообще познакомиться и посмотреть друг на друга, рассказать о себе, рассказать о том, какие вы, чтобы человек ушел с вашего интервью, думая, что вот я сейчас не прошел, но в следующем, я хочу с ними работать, я вернусь, блин, они очень клевые, и у него будет повод для того, чтобы там, может быть, что-то подкачаться и вернуться к вам. Он расскажет потом друзьям. То есть ваша цель не только человека проверить, но еще и продать компанию. И мы, например, там даже выбирая людей, которые занимаются собеседованием, в первую очередь смотрим на ребят, которые с удовольствием рассказывают о том месте, где работают, чтобы кандидаты потом уходили и говорили, блин, такие клевые ребята, мы так кайфово пообщались. Ну и либо пришли, либо не смогли уйти. Поэтому, по крайней мере, договорить и вместе решить задачу, показать, объяснить ту проблему, которая не получилась, и дать обратную связь. Это тоже важно сделать. И про это есть очень крутой доклад у Семена Левинсона, как раз там собеседование с человеческим лицом. Он про это говорит. Это очень круто. Всем советую. А вот если говорить про наоборот, когда ты кандидат, и ты понимаешь, что после пяти минут, что это не та работа. Я немножко дополню здесь. Что мне делать, если кандидат пришел, я его собеседую, и спустя пять минут понимаю, лишь бы ты не вернулся. Ты ему так не говоришь. Ну, конечно, нет. А что говоришь? Как вы это парируете, коллега? Точно так же. Потому что у этого кандидата может быть очень хорошие друзья, просто целое сообщество тех людей, которым ты бы захотел с ними работать. Поэтому, как, и опять же, там человек сегодня, ты почему-то решил, что он тебе не подходит, но когнитивные ошибки случаются. И нужно понимать, что завтра этот чувак, ты его встретишь, он окажется кайфовым, ты захочешь с ним работать. И у меня, правда, есть такие примеры. Я совершал такую ошибку, поэтому я стараюсь здесь больше не торопиться, не делать скоропостижных выводов. Поэтому у вас сегодня просто не случился матч. Но важно разойтись красиво, чтобы у вас осталось хорошее впечатление друг о друге. Мне кажется, это важно. Тем более, у нас очень узкий круг, айтишка очень маленькая, мы все друг друга довольно быстро узнаем и тут правильно сохранять лицо. Я думаю, можем вернуться к изначально про кандидатов. с обратной стороны, что делать, если я кандидат, и через пять минут я понимаю, что нет, с этими людьми я не хочу работать или что-то еще меня не устраивает. Я считаю, тут зависит от вашего настроения в этот день. Скажем так, да. Можно досидеть, но вечером обязательно пойти в бар потом. можно уйти сразу. в смысле, с тем, кто проводит интервью. Сразу так. Типа, через пять минут сказать, знаешь, давай лучше в барды. Да. Потому что не вижу смысла заставлять себя и как-то пересиливать, чтобы досидеть интервью на место, где ты не хочешь работать и вот буквально понял, что не хочешь даже с человеком договаривать. с другой стороны, возможно, такое впечатление появилось от компании в целом, а не от интервьюера, например. Опять же, да, айтишка очень тесная и можно наладить коннект с интервьюером, а в компанию потом не идти. Может быть, он предложит какой-то альтернативный вариант с другой компанией или друзьям посоветует и так далее. Василий, я что-то хотел дополнить. Я пока для зала поставлю следующий слайд, тоже мы уже чуть-чуть тему затронули, интуиции, вот этого субъективного какого-то критерия при выборе кандидата или работы, нужно ли ему доверять? Василий, дополни. Да, по поводу пяти минут я солидарен с мнением о том, что кандидат экспириенс очень важен. Я считаю, что иногда, наверное, опираясь на какие-то внутренние ощущения, можно рискнуть и человеку прямо сказать, ну вот, слушай, кажется, что сейчас ты не подходишь, но это риск. Но по поводу ситуации, когда страшно, больно, скучно и так далее, в какой-то момент я пришел к мысли, что вот там отметили, что софт-скиллы это важно, и в моменте, когда тебе ситуация не нравится, вести себя профессионально, там, довести интервью до конца, причем так, чтобы кандидат по итогу даже не понимал, завалил он его или прошел, вот это прокачка софт-скиллов, поэтому, ну, не нравится, подумай, что это тренировка. Это с обеих сторон работает. Если я пришел, мне компания не нравится, я могу закончить и сэкономить время, а могу посидеть и потренировать свои софт-скиллы. А важно ли вот вообще понимать в процессе хорошо или плохо идет интервью, если ты кандидат, вот для тебя, если ты проходишь? Для меня важно, что если я не понимаю, что оно идет плохо, то оно либо идет хорошо, либо у интервьюера хороший скилл. А хорошо ли то, что ты не понимаешь, что оно идет плохо? Это хорошо для компании, для интервьюера, для меня это хорошо, если я туда попаду. Ну, если ты получишь обратную связь после интервью. Да, я сейчас не говорю про то, что не нужно получать обратную связь. Я про то, что вот здесь и сейчас в моменте я не хочу видеть фейспалм интервьюера, когда я отвечаю, что 2 плюс 2 — это 5. Да, там Евгений, Олег. Я хотел здесь вот само слово «интервью идет плохо», на самом деле немножко поменять к нему отношения. Все почему-то, у нас вообще ментальность, мы идем на интервью, на собеседование, как на экзамен, но это неправда. Мы идем искать коллег друг к другу, мы идем знакомиться. То есть вы просто встречаетесь с кем-то еще, и у вас задача на самом деле вместе потом делать какое-то дело. Они вам на самом деле, ведь можно поменять ситуацию. Я все последние разы приходил на интервью, и я собеседовал работодателя. Они мне должны рассказать о себе, должны меня с собой завлечь и рассказать мне, какие они классные, потому что есть много таких же компаний, которые тоже хотят со мной поработать. Поэтому я их собеседую. Вы должны теперь делать по-другому. Ты прям желанный кандидат. И эта позиция меняет ситуацию. То есть вы находитесь теперь в равнозначных абсолютных условиях, вы никому ничего не должны, и вы просто пытаетесь понять, вам будет по кайфу вместе жить или нет. И это самое важное, потому что вы просто дружно определяете. Вот вам предстоит несколько лет или там сколько-то, как повезет с этим человеком быть вместе. Хотите вы этого? Если не хотите, то зачем вам это надо? И это касается и работодателя, и кандидата. Поэтому если вы кандидат, вы также можете получать удовольствие, и вы также вправе требовать информации и вообще находиться в позиции равного. Не надо воспринимать, что вы пришли к учителю на экзамен. Это важно. Да, у меня было дополнение по поводу того, что если интервьюер хороший, то сложно понять, что ты его провалил. Ну, интервью в смысле. Я не согласен, но очень важно видеть фидбэк в конкретном моменте, потому что постфактум ты никак не можешь оценить, что конкретно в твоих действиях, в твоих ответах, оно привело к негативному результату, когда тебя не приняли. Или там, опять же, испортился день у интервьюера. Если ты видишь реакцию человека в моменте, ты можешь понимать, ага, вот этот ответ у меня подкачал, вот тут мне надо было наоборот дожать, тут я в следующий раз поступлю иначе. Многие, вот у нас был об этом один из вопросов, ходят на интервью, даже если не собираются устраиваться. И пропадает абсолютно смысл ходить, если ты не можешь понять в моменте, да, нет, нет, нет. А если тебе дали обратную связь? Ну, то есть как бы не то, что прям совсем в моменте, а вот после интервью? Это замечательно. А можно ли тогда не давать ее в моменте? То есть в моменте все хорошо, ты довольный ушел, а потом тебе говорят, нет, брат, все, плохо. Ну, я только постфактум же узнаю, будет обратная связь или нет. Потому что чаще всего тебе не говорят на интервью, вот мы сейчас начнем, если будет что-то не так, мы тебе подробную связь дадим. Такого не бывает. Далее. Ну, вообще, хороший тон, мне кажется, на интервью давать обратную связь, хотя бы такую как бы базовую. Потому что, во-первых, человек может переспросить, если что-то было непонятное. Потому что потом, когда HR тебе там что-то рассказывает, у тебя нет способа как бы узнать, типа, какие-то детали. Ну, там что-то не получилось, а что? А помоги мне, пожалуйста, например, сделать что-то лучше. Ну, или как бы что почитать. Это тоже важный момент, чтобы у кандидата осталось впечатление, что у вас разговор завершенный. Вы поняли, разобрали ситуацию. Микро-ретроспектива по интервью в конце на пять минут позволит обоим людям уйти с чувством удовлетворения. А как кандидату, вот если ты кандидат, спросить это, ну, вот как-то на время интервью? По русским языковым словам. Вот если сказать просто по опыту, да, если я скажу там, слушай, дай мне обратную связь, пожалуйста, как-то сразу мало кто ее дает. Ну, как-то говорят, да, все потом. Или все нормально, или, ну, как-то там, вышлем там через неделю, тебе HR вернется, вот это мы вам перезвоним, и вот это все. Коллега же правильно говорил, что это же навык интервьюера тоже развиваться, уметь коммуницировать. И если у вас там один раз вас попросили обратную связь, вы замялись, растерялись, и не получилось, то это повод в другой раз этот момент перед интервью продумать и, может быть, даже себе составить план, что если вдруг будет спросить, вдруг спросить, а лучше просто самому подготовиться и дать, и подумать, и все. И это тоже часть этого процесса, и он показывает уровень. Можно я вот так дополню тоже, Олегу, важным моментом? Если вам на собеседовании уже не дают обратную связь интервьюер, это плохо, и стоит задуматься, а не будет ли дальше в компании такой же паттерн проявляться. То есть я считаю, что обратная связь очень важная, она важна сразу, она психологически важна кандидату, потому что он понимает, как все идет, и он уже не волнуется о том, что что-то идет хорошо или плохо. Он сразу понимает, как все идет. Я ответил, я не ответил. И, соответственно, мы стараемся ее давать сразу. В деталях в конце мы можем давать комплексно на собеседование или через кандидата, это уже не так важно, но главное, когда в деталях есть сразу обратная связь, то человек понимает, что он сделал так или не так, и ему понятно, как дальше вести с нами диалог. Ты прям докинул до того, чему я хотел возразить. Почему я против обратной связи во время собеседования? Потому что есть такой момент, что давай я, ну я предполагаю, что другие люди не всегда отделяют себя от каких-то своих артефактов, поведения и того подобного. Как на код-ревью можно сильно заморочиться по поводу того, что тебе сделали замечание по коду, так и во время интервью можно эмоционально зацепиться за то, что тебе указали на какую-то ошибку. Ты в это включаешься, и дальше все как снежный ком идет не по плану. Ну, то есть лучше бы я не слышал. И дальше все выровнялось. По поводу обратной связи в конце интервью. Ну, все здорово, если я говорю, здорово, ты мне понравился, я вижу, что ты сильный кандидат. А вот если мне человеку нужно объяснить, что он не прошел, то в моменте, здесь и сейчас, сформулировать это аккуратно, так, чтобы человек не зацепился или не начал со мной, не дай бог, спорить, не дай бог, даже не для меня, не дай бог для него, потому что я-то свое решение уже принял. Вот это очень сложный момент. И здесь мне, как интервьюеру, нужно время, чтобы собрать свои мысли и сформулировать, а ему нужно время, чтобы он потом асинхронно это прочитал с холодной головой. Это почему я против обратной связи здесь и сейчас в моменте. В моменте ты хороший мальчик, девочка, не знаю, а вот это как прийти на свидание, тебе скажут, о, слушай, у тебя брюки мятые, вот обратная связь. Потом бы все прошло хорошо, но ты целый вечер будешь сидеть и загоняться по поводу этих долбанных мятых брюк. Ну, давай тогда определимся, что такое. Давайте про интуицию, вот у нас тут, кстати, заложили. Ты можешь оставить этот вопрос нам? Да, 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 мы подискутируем, да, после. У нас просто все зрители про интуицию проголосовали. Я Павла спрошу, а то Павел чуть заскучал. По поводу, вот такой вопрос, про поводу интуиции. Есть фраза, что за первые пять минут, вот первые пять минут проведения интервью, да, вот по поводу тоже мятых брюк, значит, за первые пять минут я принимаю решение какое-то о кандидате, а потом я буду либо себя убеждать, почему он хороший, да, как бы он подходящий, либо я буду себя убеждать, почему нет. Вот согласен ли ты с этим и нужно ли с этим как-то бороться и как? Я думаю, что до того, как началось интервью, должна быть проделана работа. Ты должен взять резюме, прочитать его, выделить там моменты, которые интересно раскрыть, посмотреть ссылочки, которые тебе даются, и уже тогда понять, а нужно ли тратить тебе твои вот эти пять минут на интервью, собираться там и идти туда. Вот, если все же резюме хорошее, и ты понял то, что да, стоит посмотреть, то начинается интервью и пять минут, да, пять минут проходят, человек не тянет. Хорошо, может быть, он не тянет сейчас именно в этих вопросах каких-то, но мы можем спросить что-то другое, например, спросить что-то про CICD, смотреть, а где-то он тянет, а чем-то он еще занимался, покопаться в другом его опыте, может быть, у него есть проект какой-нибудь, и тогда уже сформировать какое-то мнение. Не стоит, я думаю, заканчивать за пять минут собеседование, стоит собрать всю информацию. Ну, то есть пытаться все-таки быть объективным. Раскрыть. Ты уже потратил время, человек пришел, уж потратил этот час. А помогает ли эта интуиция? Вот это все-таки ее вообще нужно убрать? Или все-таки как-то ей... Вот у нас зал, по-моему, считал, что ей надо доверять. Я тоже считаю, ей надо доверять, потому что слышал такую теорию, что наше восприятие анализирует человека намного быстрее, чем мы можем это понять. Если человек нам уже что-то понравилось, и он как-то правильно говорит, уже есть вероятность то, что... Я еще не понял, почему он хороший, но он хороший. Я сейчас просто не могу не задать первый вопрос, за который там голосует. В дискуссионной зоне, пожалуйста. Я покажу, куда он делся. Он у тебя с собой, да? Спасибо. Спасибо, что есть любимые продукты. Это очень важно для вас. Я так понял, бутерброды там не из этого хлеба, да? Да, Василий, да. Я просто вброшу скорее, чтобы мы продолжили в дискуссионной зоне. У нас до начала была заруба по поводу того, доверять интуиции или нет. И это может быть спорный вопрос, потому что я согласен, что интуиция – это какой-то мощный компьютер, который обрабатывает кучу информации. Вопрос в том, есть ли у нас шанс дообучить эту модель, чтобы она нам давала правильные ответы. И вот мое мнение, что в контексте собеседования у нас шансов нет. Я узнал, что есть уникальные случаи, у которых модель доучена, но я все еще считаю, что эти случаи уникальны. Мы можем продолжить обсуждение в дискуссионке. Да, мы продолжим обязательно. И пока у нас тут как раз пять минут осталось, есть наш такой последний интерактивчик для зала. Вот если вы что-то не знаете, надо признаться или выкручиваться? Пока идет голосование. Давайте зададим Евгению этот вопрос. Зал у нас считает, что лучше признаться, но все-таки кто-то считает, что будет выкручиваться до конца. Такой ебкий кандидат. Да, я считаю, что нужно объединить эти варианты, потому что оптимальная стратегия – это сказать, я не знаю точный ответ. Я не знаю, но буду выкручиваться. Опыт мне подсказывает, что может быть вот так, или могу предположить, что ответ будет вот такой, но это не точно. То есть важно показать не то, что ты можешь вызубрить все ответы на интервью, пройти все задачи на лид-коде. Нет, важно показать, что ты можешь, взяв задачу в работу, оценить, что ты знаешь, чего ты не знаешь, попытаться найти или предположить, каким будет ответ, и действовать уже исходя из этого. Это очень много говорит о том, как человек работает. А не сложится ли тогда впечатление о том, что ты какой-то неуверенный? То есть ты как будто сомневаешься, когда отвечаешь. Если честно, когда человек пытается выкручиваться и что-то придумывает, это выглядит жалко. Позже. Да, нужна уверенность, чтобы сказать, я этого не знаю, но мне кажется, что будет вот такой ответ. Или как-то еще показать интервьюеру свой ход мыслей. Это важнее, чем знать заготовленные ответы. Спасибо. Так, вернемся к вопросам из зала. Тут не то чтобы вопрос про программиста и библиотеку. Я думаю, успели прочитать. Вопрос. Чем программист-экстраверт отличается от программиста-интроверта? Экстраверт? А, это не тот то, чтобы вопрос. Ну, давайте мы его зададим. Ну, правда, зачем? А вообще, важно ли вот это экстраверт и интроверт? Вот если ты разработчик, важно ли быть экстравертом? Ну, это вопрос, опять же, к химии с командой и с работодателем. Если у вас команда интровертов, здорово. Если экстравертов, тоже здорово, если человек экстраверт. Ну, то есть впишется ли в команду? Да, да. Иногда экстраверт может быть тоже плохо. А как кандидата раскрыть по его критериям? Вот по тем критериям, которые важны? Ну, то есть, возможно, он как-то волнуется. Может быть, есть какие-то лайфхаки, как снизить вот этот уровень волнения кандидата во время интервью? Зачем? Может быть, и не нужно. Мы вчера обсуждали этот вопрос. Я был тоже на интервью. Некоторые, наоборот, они все сделают для того, чтобы я чувствовал себя максимально неуютно. Чуть ли им осталось только выше сесть меня, чтобы я вот так вверх смотрел. Это имеет смысл, если у вас спокойная обстановка на работе. Мы вчера этот вопрос обсуждали, и вот коллега из зала сказал, что старается интервью проводить в геймифицированной форме, то есть чтобы было весело, там не напряжено. И на что я ответил, это честно, только если у вас на работе все так. Если вы душите людей в работе, нужно душить их на собеседовании, потому что собеседование — это первый взгляд внутрь вашей команды. Чтобы я понял, что меня ждет. Да. Я напомню в зал, что у нас есть возможность за вопросы голосовать. Давайте сейчас вот у нас осталась одна минута. Уделим это время голосованию за вопросы. У вас в приложении есть такая возможность. И новые вопросы мы уже не будем сейчас принимать. И чтобы мы по тем вопросам, которые наберут больше всего голосов, построили нашу Q&A сессию. А пока я подведу такую черту, но дам слово Василию. Я про слово «душить» все-таки взброшу. У меня в голове постоянно идет аналогия, что собеседование — это как свидание. И вот если я потом душу, то это не значит, что на свидании нужно начинать. А нужно ли об этом намекнуть? В мире много мужчин, которые хотят доминирующих женщин. Если вы доминирующая женщина, ищите мужчину, которого это устраивает. Да, если я доминирующая женщина, наверное, да. Но душить-то на свидании не обязательно. Как мужчина узнает, что у вас это будет потом? Это огромный стресс? Он будет думать, а как ей намекнуть? Для этого испытательный срок есть. Или можно прийти сразу в ошейники. Вывод, да, ну, умные мысли. На самом деле истины нет, да, есть разные мнения. И здесь важно, на мой взгляд, просто понимать, что есть разные мнения, и понимать, почему они есть, в чем аргументация этих мнений. И просто это принять и выбрать, что вам ближе. Спасибо вам за то, что вы нас слушали. Спасибо нашим спикерам за то, что вы были с нами и сделали эту классную дискуссию.